Расходы бюджета на модернизацию в сфере ЖКХ не должны вести к увеличению тарифов для населения. Об этом заявила вице-губернатор Татьяна Лагвиненко в ходе заседания, посвященного проблемам достижения баланса интересов поставщиков коммунальных услуг и их потребителей. В Ненецком округе модернизация сферы ЖКХ еще не проведена, однако с 1 июля тарифы повышаются, планово, как и во всей России. На что и почему, расскажет Валентина Чебичек. Здесь потекло сильно. Они сказали, мы будем сваривать. Я говорю, нет, сварку я вам не дам делать, у меня только что сделан ремонт. В общем, они согласились вырезать часть. Коммунальные аварии в доме номер 33 по улице Ленина не редкость. То прорвет трубу, то закапает с потолка. Один из первых жителей многоквартирного дома, Тамара Алексеевна, говорит, трубы в здании не менялись с 91-го года. Именно тогда дом был сдан в эксплуатацию. Несмотря на изношенные коммунальные сети, плата за теплоэнергию, водоснабжение и водоотведение не снижается. Получается где-то 6 тысяч. Я вот сейчас платила 6 тысяч за все. Если бы я на одной пенсии была, то это очень тяжело. Но добавки же дают. Я как дети войны отношусь к категории. Благодаря дополнительным выплатам Тамара Алексеевна долги не копит и по счетам платит исправно. Хотя для однушки в 36,5 квадратных метров 6 тысяч рублей сумма немалая. При том, что в квартире прописан один человек. В новом году плата за коммунальные услуги повысится еще. Ежегодный рост приходится на июль. Тарифы на электроэнергию для городского населения вырастут на 7,44%. Цена за 1 кВт-час составит 4 рубля 62 копейки. Жители сел платят за электроэнергию по коэффициенту 0,7. В итоге, по сравнению с декабрем прошлого года, тариф составит 3 рубля 23 копейки за единицу потребленной энергии. Тарифы на теплоснабжение изменятся сразу в двух направлениях. Так, потребители тепла по КТС будут платить меньше на 10%. Вместо 2708 рублей – 2470. А вот компания «Автоматика-сервис» установила тарифы выше относительно декабря прошлого года на 9%. Одна гигакалория обойдётся жителям в полторы тысячи рублей. Небольшой рост цен ожидается на твёрдое топливо, газ, водоснабжение и централизованное водоотведение. В итоге, средний рост тарифов по округу составил 4,4%. Как рассказали специалисты, рост обусловлен годовой инфляцией и уровнем доходов и расходов ресурсоснабжающих организаций. Изменение размера совокупной платы граждан для Нинска автономного округа в 2016 году с 1 июля 2016 года произойдёт также по-разному, но в целом оно не должно превысить 6,7% от платы в декабре 2015 года. Рост цен на коммунальные услуги помогает сдерживать округ. Для этого в бюджете предусмотрены субсидии на возмещение недополученных доходов. В 2016 году на эти цели будет направлено порядка 930 миллионов рублей. Более 760 пойдёт на субсидирование коммунальных услуг для сельских жителей. Также администрация региона ведёт диалог с поставщиками коммунальных услуг о модернизации сферы ЖКХ. Зачастую обновление инфраструктуры ложится на плечи потребителей. По мнению главного финансиста округа Татьяны Лагвиненко, в регионе необходимо максимально оптимизировать деятельность коммунальных предприятий и снизить себестоимость их услуг, которые нередко бывают не лучшего качества. Практически всегда, постоянно. Это большая редкость, когда она в чистом состоянии. Ржавая вода в домах Наринмарцев – привычная ситуация, даже если дом новый. По мнению специалистов по КТС, это зона ответственности управляющей компанией. Раз в год она должна проводить генеральную очистку труб. У жильцов на этот счёт своё мнение. Вода проходит некачественную водоподготовку с большим содержанием железа. Когда доходит до потребителей, ещё с учётом низкого давления, вся эта грязь, которая накопилась на трубах, на стенах, она при каждом открывании крана осыпается со стены и идёт к нам. Что касается самого предприятия по КТС, в телефонном интервью главный инженер Геннадий Галишевский рассказал, в 2015 году проведены капремонты тепла и водосетей в пяти районах города. Поработать над качеством коммунальных услуг необходимо управляющим компаниям.